Доброе утро, дорогие друзья! В программе Доктор Свет, в программе о правильной медицине, про которую мы говорим с правильными врачами, здесь уж куда правильней, доктор медицинских наук, профессор Кочетков Петр Александрович. Петр Александрович, в общем, собственно говоря, патологий лорорганов, да, их, наверное, очень много. Есть вещи, которые, ну, достаточно, наверное, казуально лечатся, есть вещи, которые требуют каких-то длительных и сложных там манипуляций, есть вещи, которые на слуху. Ну, вот, одной из такой патологий, как, на мой, так сказать, непросвещенный не оторинологический взгляд, является вот это словосочетание полип в носу. Ну, чем они плохи, чем они отличаются от другого какого-то разрастания, там, я не знаю, соединительной, там, какой-то там анденомиозной ткани. И что, собственно говоря, мы с ними делаем? Полипы – это не опухоль. Это точно не онкология. Это, по сути, разрастание слизистой оболочки носа в тысячи, в десятки тысяч раз. Откуда берутся полипы? Естественно, в носу сразу они не образуются. Они образуются в пазухах – в решетчатых, верхнечелюстных. Вот там разрастается, разрастается слизистая оболочка, заполняет всю пазуху постепенно, а потом там место кончается. Когда в пазухе место кончается, они выходят из пазухи куда? В полость носа. И вот то, что, если так очень узко сказать, то, что вот вышло в полость носа, то, что мы видим уже, когда светим туда нашими приборами, вот это, собственно говоря, и есть полип. В чем особенности этого заболевания? Ну, естественно, от полипов в тяжелых, как правило, каких-то критических состояний у пациента не возникает. Скажем просто, от этого не умирают. Так, от полипов не умирают. Это точно. Я уже хотел закрыть программу и уйти, рыдая. Хорошо, успокоил, спасибо. Но постепенно у человека возникает стойкое, безудержное и прогрессирующее снижение качества жизни. В чем оно выражается? Постепенно, я подчеркиваю, постепенно нарастает заложенность носа, постепенно снижается обоняние, вплоть до полной его потери, как мы говорим, анасмея, да? Популярное сейчас слово, анасмея. Сами знаете, в связи с чем. То слово популярное не бывает. Да? И, наконец, постепенное затруднение носового дыхания нарастающее до полной его потери. Во всем мире принято считать, что к лечению полипов настоятельно требует подходить исключительно с медикаментозных позиций. То есть лечить полипы первично нужно медикаменты, лекарства. Мы нашли уже какие-нибудь моноклональные антитела. Но. До этого мы и дойдем. Но. Проблема-то в чем? Проблема в том числе и в наших пациентах. Которые обращаются к нам в каком случае? Для дышать нечем. Когда уже, простите, полип из носа вышел. Он приходит и говорит, доктор, посмотрите, у меня тут что-то выросло. Дышать-то нечем? Не обращает внимания на ту постепенно нарастающую симптоматику, что у него постепенно обоняние подсело, что у него постепенно дыхание улучшается и так далее. Вот если мы либо сами выявляем при осмотрах и так далее, либо если пациенты к нам обращаются на этих стадиях, то, конечно, есть все шансы у данного пациента, ну, как минимум, достаточно продолжительный период обходиться без операции и лечиться лекарствами. Ну, а в случае, если это обтурирующий полипоз, как мы говорим, ну, когда человек вообще не может дышать носом, здесь, конечно, мы часто прибегаем к хирургическому лечению. Делается эндоскопическая операция по удалению полипов из полости носа и пазух. Это мы говорим о так называемом диффузном полипозе, когда полипы у нас двухсторонние. И я хочу подчеркнуть, что в этом случае операция ни в коем случае не является панацией и не является радикальным методом лечения. Она является временной мерой. То есть мы пациента оперируем, и в дальнейшем мы его наблюдаем и лечим уже теми самыми интерназальными стероидными препаратами. А сейчас в арсенале у нас появились те самые монокламные антисты. То есть это действительно сейчас уже фантастика. Это есть, и это работает. Это, кстати, очень логично, потому что разрастание ткани, да, наверное, так сказать. А вот есть какие-то такие, ну, я понимаю, это чаще женщины, мужчины, молодые, старые, или такой, в общем, как бы... Ну, чаще, конечно, если мы говорим об диффузном полипозе. Если мы говорим об изолированных, об односторонних полипозе. Односторонних – это в любой возраст. То есть нет никаких привязаций ни к чему нельзя. Рост, пол, возраст, пол, ничего нет. Нет, здесь нет. Какая-то предрасположенность к инфекционным заболеваниям. Там я не знаю. Ничего нет. Фантастика. Как правило, нет. А вот что касается общего такого полипоза, то здесь, конечно, от 40-45 и далее. То есть еще раз надо запомнить, дорогие телезрители, значит, после всего того, что я услышал, я сам, так сказать, немножко посидел, но тем не менее, значит, от полипов не умирают. Полипы можно лечить. И, в общем, в ряде случаев, я так понимаю, что все-таки при варьирующем все-таки хирургия показана. Потому что людей с абтрационными полипами односторонне все-таки, наверное, больше, чем людей с синдромом Видаля. Потому что он может быть тоже, наверное, разной степени выраженности. Но не пугайте нас окончательно с утра. Скажите нам что-нибудь хорошее. Главное, что это уже есть. Биологическая терапия уже проводится. Самое главное, да, слома, ты не заметил. В той же клинике, да, Сеченовского университета. Я вам даже больше скажу. Терапия моноклональными антителами, полипоза. Это вообще-то фантастика какая-то. Я даже не знаю, говорить это на камеру нет, но проводится это по ОМС. Нет, ну, это как-то и надо говорить. Кривака, статистическая группа, биологическая терапия. Вы знаете прекрасно об этом. То есть это то, как пациент очень любит говорить, это бесплатная медицина. Она, конечно, на самом деле не бесплатная, потому что все равно источник финансирования есть. Но пациент за это не платит. Вы избавляетесь от своих полипов практически бесплатно. Правильно, Игорь? Да. Слушайте, ну-ка, вы как-то воодушевили нас в конце. Я думаю, что трудовой день у нас в телевизии. Они сейчас все побегут проверять свое носовое дыхание. Будет хорошим. Петр Александрович, спасибо огромное. Исчерпывающее. Ну, а не расслабляйтесь, потому что в вашем направлении есть еще очень много интересных тем. Мы еще ушей не касались почти ни разу. А вам всем хорошего дня. Спасибо.